Ты для меня вот женщина с большой буквы, вот прямо ты знаешь, вот я вот так же хочу, вот как ты называется, и женственно быть, например, в отношениях, я знаю твоего мужа, да, это просто очень удивительно замечательный человек, и как ты себя, как ты в бизнесе продвигаешь, да, и вот это все с легкостью, с женственностью, и действительно, ну, ну вот так вот, ну вот я очень так хочу вот на тебя быть похожей, да. Вы не говорите о нашем одевичьем, да? О нашем одевичьем, да, хочется, вот знаешь, вот этого, какого-то такого и тепла женского, да, и в то же время, чтобы вот, ну, потому что вот кому я писала, например, кто-то сейчас действительно там в состоянии здоровья, ну, такое, ну, не очень, да, вот это там хандра, не хандра, но вот там вот сейчас Милана должна была еще подойти, она вообще, она говорит, она с ноября болеет и никак вообще не может выпуститься. У меня тема такая вырисовывается, да, и где взять женщине энергию, может быть, да, сегодня? Как девочка? Я тоже, ну, это бы хотела обсудить, потому что я сегодня, например, целый день сплю, мне вообще, ну, не могу ничего делать. Ну, во-первых, кто меня не знает, мне сейчас 63 года, я начала свое движение, вернее, свой настоящий путь, наверное, в 45. До 45 это была стареющая женщина с шаркающей походкой, я сейчас вспоминаю, мне даже не верится, с вечной головной болью, как в прямом смысле, так и переносном. То есть у меня постоянно болела голова, и у меня в сумке лежал тетрамон всегда. Вечные головные боли и в плане, правда, физики, и в плане вечно в заботах. У меня трое детей, к слову. Третьего ребенка родила в 40 лет, и там было очень, знаете, еще прибавился страх, потому что, когда ты молодой рожаешь, ты как-то вот какой-то смелый. Я своих старших сыновей вырастила практически без таблеток, ну, как-то вот была смелая такая, лечила травами, как-то вот массажами. Вот, а когда родила в 40 лет, и начались проблемы с моей малышкой, то, ну, вот страх, вот страшно. И я поддалась, я поддалась врачам, которые мне говорили, не рискуй, это, если что, антибиотики, ну, короче, довела. Я ее до состояния такой болезни, довела себя до состояния совсем страха. И вот в 45 лет вот началась моя жизнь с кризиса, потому что вообще вот сейчас я буду немножко отвлекаться, чтобы давать вот это вот понимание, вот уже какой-то свой опыт наработанный. Потому что, смотрите, если у нас все хорошо, и вот мы идем, мы, ну, как работаем, бизнес или просто семья, неважно, и у нас все понятно, и мы даже, знаете, ловим такие подсказочки, помощь. Ну, то есть мы понимаем, что такое струя, да, наверное, не надо говорить. Когда ты идешь, и ты вот прямо считываешь какие-то подсказки, вот человек появился, вот ты книгу взял. То есть вот мне кажется, вот это вот очень такой понятная история, когда вот ты чувствуешь, что ты в потоке, в своем жизненном потоке. Но наступает такое время, когда что-то все против. Там что-то случилось, там что-то случилось. Ты заболел, ребенок заболел, еще что-то. И вот я теперь понимаю, что вот такие моменты, их надо ловить, благодарить за них жизнь, потому что это свидетельствует о том, что наступил кризис, и этот кризис – это значит переход на новый виток. Вот мы, если мы вот эту вещь понимаем, то мы тогда любые неприятности превращаем в наше благо. Вот. И у меня кризис был где-то лет 35, тогда мы чуть с мужем не развелись, у нас была такая очень сложная история. И я из него выскочила, решив ребенка родить. То есть я не понимала, что можно как-то по-другому. Я понимала, что надо что-то менять, а что не знаю. Я вот тогда выскочила, но все равно себя не обманешь. Вот она стала подрастать, и у меня опять все внутри началось такое непонятно, что дальше. Но ты для себя уже ничего не сделаешь, потому что мы все-таки женщины в основе своей приносим себя в жертву. И поэтому я думала о всех, о муже, о детях, но о себе не думала. И моя Маша, я уверена в этом, просто вытолкала меня из той жизни. Когда я если поставалась на своей работе, я работала финансовым директором в холдинге, это был целый день с утра до самого вечера, я понимаю, что я бы себя съела. То есть я чувствовала себя ужасной матерью. Вот и я все бросила, все абсолютно. И вот что делать, понимаете? Опыт бухгалтерский. Ребенок маленький. 98-й кризис случился, и тут только-только что-то стали выползать. Ну, короче, я вспоминаю ту жуть. Но внутри была, знаете, какая-то такая уверенность. Вот и благодарю жизнь все время за тот момент, потому что я поняла, что вот так, как есть, точно не будет. Вот не хочу. И бросила все. Отправилась, шагнула в новую жизнь. Страшно было, жутко. Но я подумала, а что же я на самом деле хочу? Первый раз за всю жизнь, за все 45 лет я подумала, а что же я хочу по-настоящему? И я не придумала. Я вообще не знала. Как важно понимать, что ты хочешь на самом деле. Вот сейчас, когда я провожу обучение своих ребят, особенно девочек, я настолько хочется из них вытащить это. Что нравилось в детстве? Чем занималась? Какие игры ты в конце концов играла? Что это было? И постепенно я сначала стала понимать, как я не хочу. То есть я поняла, что я не хочу ходить на работу. Я не хочу болеть. Я не хочу страдать от того, что болеет дочь. То есть сначала у меня началось то, что я не хочу. И уже раз появилось время свободное, я наконец стала заниматься своим любимым делом, это читать книги, потому что мне на них вообще не хватало времени. Я что-то схвачу в транспорте, почитаю, а дома вообще некогда. Я стала за поем читать книги. Первая моя была такая книга, это, наверное, о подсознании, может, все. Потом Зеланда, потом... Ну вот все мы идем вот этим путем Синельникова. То есть я стала вот на эту тему читать книги, и там были разные тоже упражнения, да, что вот как работать с целями, что ты хочешь. И тогда у меня стал формироваться образ такой, а что же я хочу на самом деле? И это не с профессией связано, потому что я не могла придумать, что это может быть. Ну вот правда не могла. Потому что я поняла, что работать не хочу, бизнес – это сложно, на бизнес нужны деньги. То есть у меня много таких вот было вариантов. Я стала, знаете, как мечтать, наверное, представлять, а с чем это может быть связано. И тоже этому уделяю сейчас очень большое внимание, потому что когда я работаю сейчас по целям, они у меня вот все мои методики, они такие нестандартные, они все простые, ну и применимые легко. И вот я нарисовала вот этот образ в голове, и он выглядел приблизительно так. Я говорила так. Я хочу что-то такое мягкое, что-то такое женское, при этом я должна быть свободна, и при этом я должна быть здоровая, и при этом мне должны быть обязательно деньги. Я тогда не мечтала о каких-то миллионах или каких-то больших деньгах. Я поняла, что если я буду зарабатывать столько же, столько вот на этой работе, но я буду свободна, я буду самым счастливым человеком. И вот это вот что-то такое, то, что нельзя потрогать, нельзя сломить, но я как-то вот, знаете, чувствами, эмоциями я притянула в свою жизнь мое дело, которым сейчас занимаюсь 18 лет. Я это точно знаю, потому что стали происходить такие чудеса. У меня встреча случилась такая судьбоносная с моим наставником Олегом Нижегородцевым. Мы случайно познакомились, я сама ему случайно написала. Мы встретились, он из Запорожья приехал. такой интересный парень. Оказался доктор, оказался доктор, оказался доктор, который мне помог вылезти самой из проблем, помог моей Маше стать здоровой. То есть, понимаете, какая-то цепь событий, которая стала меня продвигать к этой жизни, которую я себе нарисовала. И смотрите, если не хватает энергии, вот как я это вижу. Наша энергия, она... На самом деле, ее всегда хватит, если ты идешь по своему пути, если ты себя любишь, ценишь, заботишься. А любовь – это забота, знание, ответственность и уважение. То есть, если ты к себе так относишься, и у тебя энергии всегда будет хватать. Вот я сейчас 63 года, я не знаю, что такое, чтобы я устала вечером, мне не хватило энергии, или там мне заболела голова. Ну, у меня вообще давно уже таких нет ситуаций. Хотя я помню то время, когда это было постоянно. То есть, с утра ты думаешь, вот я горы сверну после работы, а после работы приходишь, ты понимаешь, что ты уже вообще ничего не хочешь. То есть, а к чему? Энергии должно хватать всегда. То есть, не должно возникать такой вопрос, и тем более в молодом возрасте. Что нашу энергию ослабляет? Куда мы ее тратим? Самое, самое – это эмоции негативные. То есть, знаете как, вот представьте, мы такой, ну, сосуд, да? Где наша душа, где энергии, мы наполнены, и все хорошо. И вдруг в этом сосуде появляется одна дырочка, две дырочки, три дырочки. То есть, мы превращаемся в решето. И что бы мы с вами ни делали, как бы себя ни заполняли, какими-то практиками многие, да, занимаются, там, хорошо питались, что-то еще. Все равно это будет выходить из нас, как из решета. Поэтому я работаю таким образом, да, опять же, особенно с девочками. Потому что мне все равно мальчик или девочка, но девочек я настолько люблю, что я вот мимо, я не могу пройти мимо какой-либо, потому что сама себе вот эту девочку открыла только 45. То есть, я до этого была кем угодно. я уже не знаю, кем я не была, кем угодно была, но только не женщиной. Что мы можем с вами сделать уже прямо сейчас и сегодня? Много всяких практик, когда мы убираем, да, вот мы идем к психологу, у нас вытаскивают, начиная с детства, что-то вот эти паровозы из нас, вагоны вытягивают, вытягивают, вытягивают. И часто человек очень привязывается к психологу и на постоянке, и как на работу. Я знаю таких людей, которые просто не могут уже потом жить без психолога. И это такая привязка. А я так подумала, ну а зачем ковыряться в прошлом? Зачем туда тратить энергии, да? Ведь мы же прекрасно с вами понимаем, что где наше внимание, там и энергия. А сегодня вот как никогда. То есть ты понимаешь, что это происходит, но у тебя нет объяснений этому, да? А я услышала объяснение, почему так происходит. Оказывается, у нас за вот последние там десятилетия, чуть больше, столько открытий произошло. Я как послушала, девчонки, мы другие, у нас дела другие. Мы в какой-то момент, ну когда-то мы ждали конца света, помните, да, в 12-м году все сидели, ждали конца света. Оказывается, это все произошло. Да, но это немножечко, ну не конец света, может быть, конец старого света, можно так сказать, да? И переход совершенно в другую реальность. И мы с вами перешли, и если мы сейчас это с вами поймем, примем и начнем жить вот с позиции, где внимание, там энергия, мы будем творить с вами чудеса. И уже очень многие люди творят чудеса именно поэтому. Но основная масса людей же сидит в страхе сейчас. Откуда энергия? Скажите, пожалуйста, если мы переживаем, не свою жизнь живем, да, за кого-то живем. Если мы злимся, если мы обижаемся, если мы ненавидим, ну все что угодно, то есть любые вот эти негативные эмоции, это низкие вибрации. Если мы будем с вами не подниматься, не совпадать, то, как я говорю, смойт, да, и вот он, пожалуйста, для каждого конец света, может быть, свой. Призываю заниматься собой. Сейчас самое важное, чтобы вообще вот это время прожить и не только продержаться, но и с пользой, максимальной пользой для себя, сегодня надо заниматься рутинными делами. То есть понимать вот эти вещи, да, то есть понимать, что все зависит от меня, что я уже другая, что я могу управлять реальностью, что мое внимание очень важно направлять на то, что я хочу иметь, а не то, что там было, случалось когда-то. То есть это непродуктивно. И мы начинаем формировать вот эту реальность, другую, которую мы можем иметь. И поскольку очень много факторов стрессовых в округе происходит, на которые мы не можем повлиять, очень важная сегодня задача – это поддержать свое тело, свою физику. потому что если, ну, в здоровом теле здоровый дух никто не отменял наши правильные такие-то выражения, если мы тоже понимаем, то вот я сегодня пропагандирую просто, потому что моя история началась с восстановления работы моего тела, моего организма, моя история. Потому что когда тебе хорошо, когда ты понимаешь, светлая голова, энергии много, ты начинаешь подниматься дальше, у тебя желания возникают. Потому что если ты усталый, если ты плохо себя чувствуешь, и ты начинаешь духовно, предположим, развиваться, то это противоречие. И тело отреагирует, и психика отреагирует. И я вижу сегодня очень много, как я называю, улетевших людей, которые вроде такие духовные-духовные, а потом смотришь, куда ты упал, смотришь, что-то случилось. То есть либо больной, либо тело болеет. Такие варианты я тоже вижу. Вроде с духовностью всё нормально, а начинаешь общаться, то желудок болит, то ещё что-то, ещё что-то. То есть сегодня я за то, чтобы мы были здоровы физически, психически, эмоционально, и имели окружение, которое будет нас поддерживать в этом деле, вдохновлять и помогать. Потому что в одиночку сегодня тоже ничего не сделаешь. Сегодня такое время, кучковаться надо, находить свою стаю, своих людей для того, чтобы вместе продвигаться. Не люблю продержаться или удержаться, именно продвигаться. Потому что опять, ещё какое время сегодня. Сегодня очень основная масса людей медленно, вы это видите, я уверена, уверена, медленно-медленно деградируют. И этому способствует абсолютно всё. Но сегодня есть возможность пойти в очень быстрый рост, потому что нам всё для этого дано. Даже тело, даже наша физиология этому помогает, потому что мы получили энергию клеточную, понимаете, можно сказать, ну вот у меня курс есть, который называется «Космос внутри нас». Вчера эту информацию, когда я слушала, и там тоже, да, говорят, «Космос в нас», да, вот пульсары где-то, и у нас клеточки пульсары. У нас тело сегодня приспособлено, уже приспосабливается, может быть, не у всех, да, может быть, надо немножко ему помочь. Но то, что раньше казалось, вернее, люди стремились к просветлению, это сейчас нам дано, понимаете, какая вещь? Это просто уникально. То есть нам, по идее, дано то, к чему люди там веками стремились, повышали вот эту вот, вот эти вибрации, повышали, а нам сейчас, пожалуйста, ты уже в них можешь жить, если ты своё внимание направишь на благодарность, на любовь, на сопереживание, не жалость, а сопереживание. Знаете, да, чем отличается? Ну, то, что жаль, жалость, да, ты и хал, и жалость. это, знаете, жалость на самом деле такое, я не знаю, я бы, наверное, немножко злорадство такое сравнила бы, да. Человек плохо, ты его жалеешь, бедный ты несчастный, вместо того, чтобы иногда ему там хорошенько поддать, да. Ну, нам просто кажется, что, ну, пожалеешь, и тогда лучше станет. А если поддашь, ну, это же пинок под зад, да. Да, потому что, вот у меня в первой моей книжечке я писала об этих эмоциях, и смотрите, с чем сравнить можно жалость. Кстати, и себе тоже, да, к себе жалость, и вообще к себе все негативные эмоции, они еще более там вредны, чем кому-то. То жалость, если, например, человек висит над пропастью, вот руками держится, висит, а ты ходишь возле него и айкаешь, да, ай, бедный ты несчастный. Ну, в конце концов, кладай ему руку, палку, что-нибудь, или разозли его так, чтобы у него силы появились выпрыгнуть оттуда. Понимаете? Потому что человек в жалости, в апатии, вот эти во всех эмоциях, он находится, он обесточен, и у него вообще сил нет. И понятно, что если ты находишься в состоянии энтузиазма, высокой любви, ты не можешь этому человеку помочь. Никак. Он тебя не услышит, ты будешь его раздражать, он будет злиться, и ты никак не можешь помочь. Поэтому задача опуститься, дать руку, помочь и потихонечку подниматься. Опускаемся мы как? Вспоминаем себя в таком состоянии, все мы находились в таком состоянии. Вспоминаем и через эмоции негативные, через голову, через ум, через логику объясняем, чтобы человек сначала разозрелся, потом включил голову и потом вышел на другие вибрации. То есть это относится и к нам самим. Поэтому если сейчас у вас преобладают негативные эмоции, если сейчас вот у вас больное тело, да, ну, что-то болит, беспокоит или не хватает энергии, начинайте сначала себя разозлить нужно. Да, разозлиться. Ну, а что же я, сейчас такие возможности, сейчас столько дано, как я могу тратить время на это, как могу я тратить жизнь на это, какой пример я покажу своим детям. А у меня, кстати, я на себя очень сильно разозлилась, потому что я подумала, если я ничего не буду делать, а что же будет, что я перегружу на детей ответственность за моё здоровье, за здоровье мужа и что дальше. Они-то свою жизнь проживать должны, да, то есть мы можем разозлиться на себя хорошей такой злостью для того, чтобы появилась сила и мы начали что-то делать. И работать с плохими эмоциями ну настолько легко, если мы возьмём за правило несколько абсолютно простых инструментов, которые ну вообще, понимаете, мы идём и иногда тратим деньги на коучинги, дорогие, там, на книги, на всё, что угодно, не понимая, что всё под рукой, вот под рукой, тетрадочка, блокнотик и ручка, ничего больше вам не надо, но это надо сделать. Иногда кажется, что настолько простая какая-то вот штука, что ты не веришь, что это работает, и ты думаешь, ну это не какая-то. Вот, даю вам задание такое, девчонки, сделайте, попробуйте, да, найдите пять минут, десять, я думаю, что это вам сторится и окопится, но не один раз, а попробуйте делать это вот в течение месяца, и вы увидите, как вас просто вынесут на другую волну, и вы поймёте, что жизнь, она вообще настолько прекрасно, удивительная. Два упражнения, которые вам так, ну не упражнения, задание даю. Обычно я там что-то сама иду, прохожу, делаю, и потом беру на вооружение то, что точно работает, то, что очень простое. Я понимаю, что надо быть сумасшедшим, чтобы идти вот на такие серьёзные вещи, вот это Оля, я, да, мы можем куда-нибудь нас понесёт, но не все готовы это делать, поэтому я вот выжимаю, и вот всё уже проще некуда, даю вам. Итак, утренняя страница, что вам нужно сделать? Каждое утро, когда вы просыпаетесь, ещё не встали лучше. Блокнотик держите где-то рядышком, встаёте, когда ещё находитесь в таком состоянии, уже не спите, ещё вроде не бодрствуете, когда у вас самое важное время, вообще не хватает за телефон в это время, ну хотя бы час, потому что быть с собой это самое большое счастье, которое может быть, потому что только будучи с собой мы можем понимать вообще, кто я, что я, куда я хочу идти и слышать вот эти подсказки. Так вот, утром, когда вы встаёте, пишите три страницы, обязательно ручкой, я себя люблю. Ну, проще некуда, да? То есть, что происходит в этом случае? Смотрите, мы можем вот эти плохие эмоции вытаскивать, вытаскивать с помощью психологов, а мы можем настолько заполнить себя любовью, заполнить, что вот все эти провехи, дырки, они просто зацементируются, их не будет, и мы вот наполнены сосудом. Всем нужно начинать с этого, потому что мы всё для всех, для себя в последнюю очередь, как там придётся, я жила, я могу доесть, я могу доносить, мне абсолютно было всё равно, что происходит со мной, главное, чтобы было хорошо моим, родным, близким, поэтому я прошла эту историю, я знаю, что это такое. Начните себя заполнять вот этой любовью, я люблю себя, это первое, а второе, вечером, когда вы пишете благодарность, можно в эту же тетрадочку, я благодарю, и здесь, чем больше вы напишите благодарности, тем лучше, то есть, и вот на этой любви, на этой благодарности, вы поднимаете себя на совершенно другой уровень, где море энергии, где у вас будет связь с собой, где вы будете чувствовать и вот эти считывать подсказки, эмоции, то есть, вот это вот состояние осознанности, оно только на высоких вибрациях бывает, но если мы неосознанны, мы ничего и не видим, мы ничего не видим, то есть, вот мы видим только ровно то, что нам показывает, кто-то показывает, да, или там по ящику показывает или еще что-то, и мы, конечно, будем находиться в страхе, потому что все делается для того, чтобы мы в нем находились, но мы можем не согласиться с этим, два простых момента, 10 минут, если быстро пишете, то три страницы за 10 минут можно написать, но может 15, да, утром и вечером 5-10 минут вы можете посвятить, чтобы благодарность написать себе, жизни, людям, кому угодно, мужу, детям, вы даже не представляете, что вас ожидает, ну и конечно, конечно, я всегда рекомендую в том числе обратить внимание на свою физику, то есть, что вы кушаете, достаточно или пьете водички, да, убрать лучше из рациона быстрые углеводы, потому что мы заедаем наше вот это неудовлетворение самой жизнью чем-то сладеньким, чем-то вкусненьким, потом это сладенькое, вкусненькое где-то накопилось, потом мы страдаем от того, что накопилось, да, то есть, это вот такой клубок, который вот нужно разматывать тоже. Кстати, я, если хотите, просто приглашаю вас, я с 1 февраля запускаю программу, уже некоторые начали ее проходить, это программа называется здоровье ЖКД как основа, это не просто очищение организма, это приведение в порядок желудочно-кишечного тракта, то есть, это начало-начало, это там наша жизнь, на самом деле, в животе, да, и в первую очередь живот реагирует и на стрессы, и на что-то другое, поэтому тоже очень классный такой инструмент, я всегда прохожу это вот в это время и вот уже на втором этапе, и что-то мне так захотелось пригласить остальных, сейчас сделала группу в Телеграм, и вот девочки, уже 30 человек нас захотели присоединиться, поэтому если у вас есть такое желание, если есть желание навести порядок в своей физике, здесь тоже, да, энергия пойдет обязательно, то вот милости прошу, трехмесячная программа, в месяц будет около пяти тысяч выходит, ну где-то так приблизительно, если есть какие-то проблемы, ну конкретные проблемы, то может немножко больше подбирается по тесту, если мы берем сразу и физику, и психику, и окружение, и все, ну все, остается только стартовать, я 18 лет занимаюсь своим здоровьем, и я вот когда себя привела в порядок, увидела ценность того, что я делаю, вот мой продукт, мой продукт, знаете, какой вот здоровье, это физическое, духовное и социальное благополучие, поэтому когда я говорю про здоровье, я имею ввиду все вот эти три аспекта, потому что если мы выдернем здоровье только, ну что-то делать со своим организмом, может быть, не дай бог, лечить, это вообще не здоровье, это вот выживательная позиция, это вот методы борьбы с болячками, с весом, с болью, там еще что-то, да, и это не про здоровье, это про выживание, но если мы говорим про здоровье, то это обязательно помощь своей душе расти, это обязательно помощь своей личности расти, личность хочет расти, душа развивается, да, душа это любовь, на самом деле, для меня, да, личность это вот то, что ты узнаешь новое, то, что ты выходишь на какой-то другой уровень, да, и физику никто не отменял, и это самое простое, что мы можем сделать, то есть там все подтянется, потому что если хватает у нас физических сил, хочется развиваться, хватает физических сил, хочется помогать другим людям, да, это вот опять же про любовь, то есть это логично, все из одного вытекает, и нельзя опять пойти в духовный рост, не имея здоровья, бывает такое, конечно, что человек имеет здоровье, но так и не идет в рост, но это уже крен, он просто теряет, да, что-то, может быть, не в здоровье теряет, а где-то, то есть всегда баланс есть, вот мы, когда будем, когда мы двигаемся по пути вот в таком балансе, тогда вот этот зеленый свет нам и светит, когда мы знаем, где повернуть, мы слышим, слышим подсказки, мы любую боль, которая у нас происходит в теле или в душе, мы слышим, что это сигнал организма, тела, его души, крик души, да, к какому-то изменению, потому что просто так ничего не бывает, тук-тук всегда сначала, не могу не рассказать последнее моё, я не называю консультации, которые я провожу, я называю беседы, как угодно, но это не консультация, вот, ну, очень интересный такой был случай, когда мне женщина говорит, ой, ой, не знаю, вдруг заболело это, вдруг заболело это, потом вдруг высыпало у меня папилломы по всему телу, потом ещё что-то, я побежала, их, конечно, удалила, но, а потом вдруг что-то ещё, понимаете, девочки, ну, не бывает вдруг, и если у тебя высыпали папилломы по всему телу, нельзя их, по крайней мере, удалять, потому что мы дальше не видим, что происходит, мы не можем наблюдать за тем, что происходит, но когда мы начинаем что-то делать, да, вот, тоже очищение организма, и мы будем видеть, что они уходят, или их становится меньше, или, по крайней мере, больше не становится, мы тогда понимаем, что мы в правильном идём направлении, а если мы всё потом убрали, если мы убрали вот то, что кричит нам, да, сос, вот, поэтому я за то, чтобы мы себя наблюдали за собой, и, и знали себя, а это любви, да, уважение, знание, ответственность и забота, вот это формула любви, я вам желаю любви, и я вам желаю заботиться, вот прям начинать, наверное, первый шаг, это забота о себе. Спасибо, прям вот я тебя благодарю от чистого сердца, я же говорю, вот ты для меня вот такой вот авторитет женщины, вот, потому что, ну, действительно, вот когда вот этот опыт свой, и сейчас есть возможность, что не надо изобретать снова велосипед, да, что можно воспользоваться опытом уже вот прошлым, да, каким-то своим, и просто быстрее это, ну, осознать, переработать и идти дальше. Первые, пять лет, даже, наверное, десять, я вытаскивала своих сверстниц из болота. Одну тащишь, вторая тонет, вторую тащишь, еще кто-то тонул, то есть я так устала, и потом вдруг я села и подумала, а что вообще вот как раз, а в чем моя миссия, в чем мое предназначение, а что я хочу делать, и я вдруг четко поняла, что я хочу показывать, вот передавать свой опыт, вдохновлять молодых, не ждать, пока вот они свалятся, да, чтобы, ну, не давать, вернее, возможность туда свалиться как можно большему количеству людей. И сегодня у меня в основном, ну, вот Олечка знает, мое окружение, в основном у девочки где-то около сорока. Я знаю, что я им нужна, потому что связи с мамами нет. Девчонки, связи с мамами нет сегодня. Это, ну, такая большая потеря, потому что мы тогда жили в этом году, это перестройка, это 90-е, надо было выжить, надо было вас вырастить, прокормить, и там вот было не до детей много, и вот осталось, и люди живут до сих пор в страхе в этом, то есть застряли в этой жизни. И я знаю, вот у меня Маша 23 года, младший, но старшим 40, 39-40, и я знаю, что даже Маша, вроде бы, она родилась уже, ну, в другое время выросла, и то у девочек нет связи с мамами. И она говорит, я когда рассказываю, ну, о тебе, вот о чем мы с тобой говорим, они говорят, ты что, с мамой можешь на такие темы говорить? Моя миссия сегодня такая. Ну, и, конечно, потому еще, что, когда я приехала, в 17 лет Петербург, 17 лет не было, я была, ну, совсем ребенком, можно сказать, и мне по жизни попадались очень хорошие люди. Я знаю, что мы друг другу посланы, да, вот через людей мне жизнь посылала какие-то сигналы, что-то здесь, сделай так, сделай так, а я такая дурная была, я говорила, откуда, откуда у меня деньги, ты что, получишь прописку, вставай на кооператив. какой кооператив, я говорю, откуда, за руку меня ведет, вот я это сделала. И вот благодаря вот таким подсказкам, 25 лет нам было с мужем, у нас было уже двое детей, трехмунитная квартира в Петербурге, понимаете? Вот просто какие-то вот такие подсказочки, вот, поэтому я понимаю, как важны мы друг для друга, вот я о чем. И что наши встречи, они, может быть, тоже предначертано, да, если мы это понимаем, да, и вот эту информацию воспринимаем, как подарок жизни, тогда все вообще, все понятно, логично, и все сходится. Доверия, наверное, да, не хватает нам. Когда начинает штормить, я очень нервничаю, а сейчас я понимаю, девчонки, что когда штормит, вот этот, вот этот тот момент, когда ты понимаешь, что нужно идти в страх, нужно идти в что-то новое, в новый какой-то опыт, вот это и есть подсказка. Потому что когда ты, если ты не слышишь этих маленьких подсказок, то жизнь тебя может просто пинками вытолкать, ты все равно вынужден будешь, но через боль и через страдания, а можно так аккуратненько, аккуратненько, вовремя. По любви, как я сейчас называю, что вот, по любви от всего сердца, и оно так легко, и хорошо, и комфортно, и прямо. Да. Сделайте себе такой челлендж, да, 30 дней это сделайте, и посмотрите, что произойдет. Еще одна история, просто не могу не рассказать, просто их очень много, у меня пришла женщина, ей около 70 было, 68 лет, наверное. И, знаете, такая милая, улыбается, меня не обманешь. я вижу, что у нее прям там, знаете, как колючий какой-то еж внутри, вот такая какая-то, такая, прямо, не знаю, черноту какую-то увидела. Я говорю, что с тобой такое? А что, а что? Ну, в итоге раскололась. Говорит, у меня такие отношения с мужем, я ненавижу, я вообще не могу. То есть, и стала мне вот рассказывать, какой он плохой, и как она его ненавидит, и как он плохо к ней относится, вот я ей дала это задание. Я дала задание ей писать, я люблю себя, я люблю мужа, ну, по имени. Чередовать. Кстати, если у вас эмоции какие-то плохие, вот такие прям, реально эмоции, в чьи-то адреса, можете чьи-то давать, но с собой вместе обязательно. Ну, или сначала себя люблю, потом, как хотите. То есть, рука сама вам подскажет. Главное, три страницы, не меньше. Через два, или три дня она мне звонит, и говорит, я не буду писать. Я не могу писать. То есть, у нее вот эта злость, она стала лезть наружу. Вот. А я ей говорю, ну, слушай, ради Бога, это же твоя жизнь. Хочешь оставаться в этом состоянии, ничего не делай. А можешь ты сейчас себя как-то перебороть и продолжить. Сделай хотя бы месяц. Ну, я, правда, с ней схитрила, я говорю, давай так, неделю попиши, потом посмотрим. А потом, ну, давай еще недельку. То есть, постепенно, то есть, ей на месяц было тяжело, а неделю вроде ничего. И постепенно она месяц. Я потом ее как-то не видела, и когда я увидела ее через два месяца, я увидела спокойную, мягкую, нормальную женщину. И когда я потом, я не стала спрашивать сразу, еще через некоторое время спросила, как у тебя дома, все, она, а что, ну, нормально. Я вон туда поехала, у меня там, Коля, Вася, не помню, как зовут, мужа проводил. Она забыла, как было, понимаете, в чем дело, как работает это все. Мозг наш, он даже отключается, он даже забывает, что было так плохо. То есть, мы себя перепрограммировать можем. Вот сегодня просто такое время, опять, да, начну с самого начала, сегодня время, когда мы можем переписать все наши программы, потому что мы биологические компьютеры, и наш ум, это и есть вот эти программы, которые записаны с помощью социума, с помощью там, родителей наших, все, что угодно в школе. То есть, мы живем запрограммированные, но если мы живем запрограммированные, кто нам мешает эти программы переписать? и даже, понимаете, потом, вот когда вы это сделаете, вы поймете, что вам даже не надо будет писать, когда вы приучите свое сознание вот таким образом работать. вам достаточно будет внимания, то есть вам достаточно будет внимания своим мыслям, контролю своих мыслей, и вы поймете, что вы живете уже так, как вы хотите. только с помощью думать, куда ты, вот ум зачем нужен, чтобы им управлять, да, им управлять, и он, чтобы нами управлял. и вот здесь уже можно давать ему задание. Так, ты вот давай, направляй внимание вот сюда, потому что это мне важно, это нужно мне для моей жизни, а вот то мне не важно, то уже прошло, зачем мне обижаться на человека, который умер, например, да, или там еще какие-то вещи. То есть когда мы с помощью ума вот это все разбираем и сами выбираем, куда направляя свое внимание, начинают происходить те чудеса, которые случаются. Офигительное время, его сегодня пропускать никак нельзя, потому что если мы сейчас не будем вот эти вещи делать, но мы будем больными и старыми точно, и мы умрем точно, потому что деградация происходит, спусковые механизмы уже запущены вот этими стрессами, то, что происходит, сначала ковид, теперь война, это все уже запущено, но мы можем это все обратить спять. А если нет, то оно уже где-то там развивается, что-то уже происходит, понимаете, в чем дело. А сегодня такие возможности у нашего тела, у нашего организма, что чуть-чуть его помоги и все. И исцеление может происходить с силой мыслей, понимаете, вот это никогда такого не было. То есть до вот этого момента, до этого времени, человек выживал. И даже была его нервная система, замкнутая, нервная система, сейчас она разомкнулась. сейчас точки окупунктурные, не на тех местах находятся, съехали. Понимаете, что произошло? Разомкнулась вот эта замкнутая нервная система. И сейчас человек подготовлен, чтобы жить в творчестве, не в страхе и не в выживании, а в творчестве. И мы с вами можем быть этими людьми, которые могут жить в творчестве. Понимаете? А мы что-то там переживаем. Какой-то ерунды, если у нас такие возможности. Спасибо большое, Ирина. Чем больше людей, которые сейчас вот это поймут, тем больше шансов, что мы вообще что-то можем спасти, что-то можем изменить. Иначе, но есть всегда критическая масса, вы же знаете, да? Критическая масса, особенно, их не так много надо, на самом деле, чтобы все произошло по-другому. Но они должны быть. И почему не мы с вами? Да, 4% посчитали, сказали, что 4% критическая масса, и тогда оно все прямо запускается. И вот я точно знаю, что мы с вами точно в этих 4%. Да, но мне кажется, сейчас вот ответственность людей именно проснуться, взять на себя ответственность хотя бы за свое тело, за свою душу, да? за то, за свое окружение. То есть начинается так всегда с малого. Мы же, мы просто хотим масштабировать, мы хотим что-то большое сделать. Вот оно, маленькое, сделай себя. Не надо улетать туда. Стой прочно на земле, приведи в порядок себя и люби. И этого достаточно. Не обязательно в Иисусов, в Иисусиков играть, да? Чтобы достаточно этого. Если чем больше будет таких людей, которые прочно стоят на земле, деньги зарабатывают, здоровые, способные помочь кому-то другому, способные вырасти здоровых детей. Вот оно, и все просто ведь. Способных создать семью, заботиться друг о друге. вещи совершенно простые и обыденные. Обожаю встречи, потому что ты никогда не знаешь, о чем ты будешь говорить. И всегда получается как-то по-разному, но, как правило, интересно. Потоки. Вот интересно, да. Кто собрался, для этих нужно вот этих у нас людей, да, вот потому, поэтому так и получилась вот такая тема, да? Да, ну, это всегда так происходит, да, то есть мы же, я еще раз говорю, мы просто так притягиваемся. Желаю вам хорошего вечера, еще, вот я в баньку сейчас пойду, меня муж топит. А я в ресторан. Помните, я сказала, что сегодня еще важно окружение, то есть если вы чувствуете, что вас окружение немножко вниз тянет, обязательно, просто обязательно ищите другое. Окружение должно вас подтягивать, то есть вы должны стремиться за людьми куда-то вот вверх, а не опускаться, потому что есть такое выражение на закусочку вам, хочешь быть, будешь общаться с двумя миллионерами, будешь третьим, будешь общаться с тремя дураками, будешь четвертым, ну и так далее. Поэтому это очень важно, окружение, это прямо наверное самое важное, потому что попав в нужное окружение, ты уже можешь чего-то захотеть. Благодарю, что ты пригласила, такой хороший вечер получился. Спасибо, что ты обкликнулась на мое приглашение, и вот да, у нас собрался такой уютный вечер, мне очень понравилось. так, это,